И всем привет, ребят, с Мистер Майк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике И сегодня у нас есть одна очень важная тема на обсуждение, которая появилась у нас в новостях в нашей замечательной игре Если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обсуждаем очень важные темы, то обязательно не забывайте поддерживать этот видеоролик лайком Подписываться на канал, ну и конечно же, не забывайте про розыгрыш по тегу Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте малышный тег Tag Team P, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Что же у нас интересного появилось буквально несколько часов назад? А это то, что уже с завтрашнего дня в нашей игре будут полностью отключены пробитвы От слова совсем Со 2 июня мы временно отключаем пробитвы для проведения технических работ Мы не можем сказать точно, когда пробитвы заработают снова Но до завершения празднования дня рождения игры пробитвы, скорее всего, не вернутся Мы обязательно будем держать вас в курсе событий И это полная габелла, если учитывать тот факт, что у нас прямо сейчас проходит турнир Summer Major Он проходит как раз таки в этих самых замечательных пробитвах И если с завтрашнего дня у нас полностью отключаются пробитвы, то у нас полностью отключается турнир Summer Major Со 2 июня, а именно с завтрашнего дня В каком виде это все будет проходить? Будет ли продолжен турнир или не будет? Скорее всего, нет Исходя из того, что я вижу прямо сейчас И у нас полностью отключается режим пробитв Я, честно, когда увидел эту новость, был немножко в шоке Но, когда я начал немножечко подразмысливать Мне пришла в голову одна мысль о том, что это связано с тем Что как раз таки через пробитвы есть какие-то определенные лазейки для DDoS И, возможно, эти отдельные сервера, на которых висят эти пробитвы Вызывают дополнительную нагрузку после DDoS-атак И тем самым у нас из-за этих пробитв падает игра Если именно с этим связано отключение пробитв И с завтрашнего дня с этим отключением DDoS-атак не будет То есть, соответственно, DDoS-ер не сможет положить игру Из-за того, что как раз таки лазейка есть в этих пробитвах Тогда можно будет назвать Ореха-гением Который реально подготовился к этому празднику Потому что я говорил очень много о том Что у нас будут DDoS и будут большие проблемы на день рождения нашей игры Но если именно с пробитвами все это дело было связано И отключение пробитв будет способствовать тому Что наша игра будет стабильно работать без никаких проблем То тогда это очень грамотное и весомое решение Единственное, что в таком случае меня волнует Это то, что будет же с нашим турниром И будет ли он вообще продолжен Потому что сейчас у нас есть уже Саммер Мейджора Стадия Челленджеров, которая проходит И после ее окончания у нас должен был стартовать Следующая стадия Легенд Плюс должен стартовать Танка Фонд И если эти пробитвы у нас отключаются Соответственно, замораживается ли у нас турнир или не замораживается Вот в чем вопрос В моем понимании он замораживается Потому что он как раз таки в этих пробитвах проходит Но будем смотреть, будем следить за всеми этими определенными новостями Ну и надеяться на то, что эти пробитвы как можно быстрее вернутся Орех пофиксит все лазейки и проблемы И мы сможем полноценно играть в наши замечательные пробитвы Очень сильно надеюсь на то, что самое главное, повторюсь Это поспособствует тому, чтобы завтра и на протяжении всего дня рождения Наша игра работала стабильно, без лагов, ошибок и прочих вещей Если это реально будет так То я буду безумно, безумно этому рад И даже не буду так сильно расстроен То, что пробитвы у нас пропадут на какой-то определенный период времени Пишите, что вы думаете по этому поводу Согласны ли вы с моей точкой зрения, что это может быть связано как раз таки с ДДОСом? Либо же у вас есть какая-то своя точка зрения Хотелось бы узнать все ваши мысли Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Обязательно поддерживайте данный видос лайком Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики И также не забывайте подписываться на тележечку Ссылочка на которую есть в описании Дабы не пропускать весь лайв-контентик и всю информацию по стримам У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока